Всем добрый! Сегодня проведем обзор панировочного стола двухсекционного с автоматическим просеиванием. Рассмотрим теперь сверху вниз все узлы и полезные элементы. Верхняя часть нам необходима для хранения полуфабрикатов как до панирования, так и в процессе. Здесь у нас очень удобная емкость для продукта и емкость для воды. В этой части мы, конечно же, панируем изделие. После того, как панировка пришла в негодность, мы открываем заслонку, включаем мотор и всю панировку просеиваем автоматическим путем. Далее давайте рассмотрим все узлы автоматического просеивания. Итак, у нас бак. Далее специальная защитная рамка. Здесь мы видим ерш, который протирает панировку через специальное сито. После цикла фильтрации щеточный вал снимается, моется и устанавливается для сушки на специальную подставку. Щеточный вал снимается очень просто. Нужно потянуть вправо, затем поднять и установить на специальную подставку. Сито-лоток легкосъемный и может мыться в посудомоечной машине. Легко снимается также и специальная направляющая для отходов панировки. И чистая панировка попадает в нижнюю емкость, из которой мы потом ее пересыпаем в верхнюю емкость для панирования. Здесь у нас расположен блок управления, кнопка подключения к сети, затем запуск. При активизации запуска в течение 60 секунд идет сфильтрация панировки и принудительная остановка, если это необходимо. В нижней части мы видим довольно большую емкость для отхода при панировании. В панировочном столе используются довольно большие колеса для удобной транспортировки и механизм фиксации. Сборка в обратном порядке. Специальный контейнер для отделения отходов от панирования. Обратите внимание, щеточный вал должен попасть в два паза. Здесь и вот здесь. В этой части с нее начинаем. Здесь есть пружина. Далее устанавливаем верхнюю рамку и емкость для панирования. Мы внимательно рассмотрели устройство одной стороны. Устройство другой стороны абсолютно идентично на 100%. Также здесь имеется свой отдельный мотор для фильтрации панировки.